Всем привет, с вами Павел Багрянцев. 5 причин, почему я всю жизнь проигрывал в споре и общении. Недавно случилась такая ситуация, когда мне человек что-то предъявил, какое-то недовольство и, собственно, обвинил меня в одной вещи, с которой я был очень сильно не согласен. Я сэмоционировал, у меня сразу появился адреналин. Я начал тоже кидаться фактами, много говорить и даже вышел на эмоции. И, естественно, в такой момент сразу понятно, что коммуникацию я проиграл и понял, что, по сути, был неправ и вообще много наговорил лишнего. Ну а перед тем, как мы продолжим, минутка финансовой грамотности. Сейчас очень много людей мечтают создать капитал и жить на проценты с этого капитала. У людей есть доступ к любой информации, и она им никак не помогает. И тем, кто никогда не приводил свои финансы в порядок, но мечтал разобраться, как инвестировать, и вы полный новичок, вам скорее понравится Егор. Посмотрите его бесплатный мастер-класс, где Егор, инвестор с 13-летним опытом, живущий на пассивный доход, рассказывает, как сберегать часть дохода, как инвестировать и какие шаги нужно сделать перед инвестированием и многое другое. Поэтому я рекомендую посетить бесплатный мастер-класс Егора Арсланова, на котором он расскажет, как создать капитал с нуля и привести свои финансы в порядок. Вы узнаете, как взять свои деньги под контроль, как снизить финансовые риски и достичь своих целей в будущем. У Егора собственная школа денег, 13-летний опыт в инвестициях и личных финансах. У Егора 4 собственных бизнеса, и один из которых 8 лет приносит пассивный доход. Он вложил 2 миллиона рублей в свое образование по финансам. Поэтому переходите по ссылке под этим видео, смотрите, когда будет ближайшая встреча, и регистрируйтесь, потому что количество участников ограничено. Также вы получите все полезные материалы. Ссылка в описании под видео. Действуйте. В своей жизни, когда я много наговорил лишнего, мне это мешало очень часто. Я из-за этого страдал. Я терял должности. Меня двигали в должностях на работе. Меня подставляли. Я лишался из-за этого денег. Потому что где-то что-то на эмоциях я взял и ляпнул. Ну и, конечно, благодаря саморазвитию, самообразованию и такой практике и таким ошибкам я, естественно, самых стандартных ошибок больше не допускаю. Итак, какие же 5 ошибок, которые у меня были? Первая ошибка. Я все время подвергался эмоциям. Выходил на эмоции, потому что другой человек, естественно, меня задевал за живое. И я сразу начинал отвечать. Вторая ошибка. Я не брал паузу. Не брал паузу для того, чтобы собрать все факты, проанализировать ситуацию и потом вернуться уже с каким-то объективным ответом. По сути, в той ситуации, которая произошла, я понял, что я взболтнул настолько много лишнего, что это очень легко в дальнейшем обернуть против меня и даже использовать как аргумент. Потому что в ход пошли эмоции. Здесь недалеко до того, чтобы перейти на личности. Поэтому паузу надо брать, чтобы уйти от эмоций и эмоции стихли. Третье. Я не включал критическое мышление. Если человек меня в чем-то обвинил или решил уличить в чем-то, или записал на меня какой-нибудь гадкий обзор, то я не давал себе даже времени подумать о своей позиции. Я сразу принимал, что как будто раз меня обвиняют, я в чем-то виноват, и мне надо сразу оправдаться. Опять же, вопрос к пункту номер два. Нужно брать обязательно паузу, чтобы эмоции ушли. И сразу, когда не выдерживаешь никакую паузу, сразу хочется уйти в оправдание. Да нет, это не так, вы все врете. И вот так накидываешь, накидываешь, и ты понимаешь, что эти аргументы сейчас против собеседника не работают, они не сильны, они не имеют никакого веса вообще. Но я уже сказал, опять же, наговариваем много лишнего. Поэтому, когда вы берете паузу и включаете критическое мышление, задаете себе вопрос, а действительно ли я не прав? А в чем этот человек может быть не прав? А какие факты могут быть в мою пользу? Какие факты могут быть в его пользу? И я пришел к выводу, что в большинстве случаев, если два человека адекватны, то ситуация конфликтная, которая происходит, ответственность ложится на две стороны. Где-то в равные доли, где-то кто-то больше виноват, кто-то меньше, но это всегда ответственность взаимная, а не какого-то одного человека. А в коммуникации всегда происходит манипуляция, когда один человек пытается всю ответственность повесить на одного. У меня совсем недавно так было. И я, уже наученный опытом, взял паузу, выждал, составил свои аргументы и вернулся в коммуникацию уже спокойно, без эмоций, сухо, аргументированно начал доказывать свою позицию. И несмотря на то, что человек не принимал мою, я в то же время не соглашался на его условия. Его условие было таково. Я виноват и все тут. Я ему говорил, я не согласен, я не признаю вину, и вот мои факты. Это будет своеобразное бодание. Да, это называется отстаивать свои интересы, проявить характер и держать личные границы, когда вас пытаются продавить и вами пытаются сманипулировать. И в тот момент я это не позволил сделать. Четвертая ошибка. Я не искал сразу аргументы в свою пользу. Если в мою пользу летит помидор, тухлый, ну, как я уже сказал, что, наверное, так. Я не искал аргументы в свою пользу. Ну и следующая ошибка. Я никогда не обращался к более опытным людям. Почему? Потому что я не брал паузу. Я сразу вступал в конфликт, в конфронтацию. И опыт меня научил тому, что когда я беру время, буквально там день, два или три, у меня сто процентов появляются новые мысли и аргументы, почему я прав. Опять же, недавно была ситуация. И я, когда взял вот эту паузу, ко мне просто вдруг начали приходить из зарения. Точно! А вот это аргумент в мою пользу. Точно! А вот это в мою. И плюс к этому я за это время обратился к более опытному человеку, который меня проконсультировал. Как мне поступить? Я обратился за платной консультацией. И благодаря этому мы совместными усилиями сформировали очень твердую, четкую, обоснованную позицию. Без всякой воды, без всяких эмоций, которую я предъявил собеседнику. И собеседник в итоге не имел возможности меня продавить какими-либо своими фактами. Таким образом, я отстоял частично свои интересы, а частично он свои. И проигравших в этой ситуации не было. Но и абсолютных победителей тоже. Но я был очень рад и воодушевлен, потому что я не дал собой сманипулировать. Друзья, коммуникация это величайшая вещь. Коммуникация это все. Если вы слабы в коммуникации, у вас мало практики, вас могут продавить по зарплате, по условиям. Вам могут сесть на шею и свесить ножки, когда вы этого не хотите. Ну вы такой добрый. Это ваше качество. Я тоже был таким. Но в жизни нужно научиться разбираться в коммуникации. Нужно уметь отстаивать свои интересы. И, к сожалению, да, это очень сложно. Поэтому решил для вас записать такое видео. Если нужно еще одно про коммуникацию, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне интересно, насколько стоит продолжать эту тему. Ставим лайк к этому выпуску, если тема понравилась. Подписываемся на мой канал. Не забывайте обязательно поставить колокольчик, иначе вы не получите уведомления о новых видео. Всем пока и до новых встреч.